1441 год, два крупных события в Восточной Европе, Московский собор и снова на Крымское ханство. То есть продолжается распад Золотой Орды и регионы постепенно отделяются. Московский собор спорная точка, значит это вокруг Флорентийской унии, как я уже рассказывал, в марте 41 года митрополит Исидор, который был до того митрополитом всей Руси киевским, он принял католичество, принял унию, то есть он стал кардиналом потом католическим. Он прибыл по заданию уже Папы Римского обратить в католичество Москву. Он отслужил литургию в Успенском соборе в Москве, где молился за Папу Римского как за главу церкви и зачитал там буллу об объединении церквей. Никто там ничего не понял, особенно в Москве, что происходит, и они подозревали, что просто Исидор действует сам от себя, его подкупили католики. В связи с этим его арестовали через три дня, посадили в монастыре под стражу, после чего собрали собор местный из всех епископов северо-восточной Руси, которая находилась под прямой властью, либо под влиянием московского этого князя. То есть там были из Ростова, из Суздали, из Рязани, из Ферми, и вот это вот все, то есть ближайшие. Которые могли хотя бы разбираться, что там к чему, так как Василий Темный, естественно, занимался политикой, а не догматами церковными. Значит, ну они там все подтвердили, что они никаких таких догматов не исповедуют, и написали обращение в Константинополь, чтобы им прислали нового митрополита, либо разобрались, что происходит с Исидором. Хотя Исидором говорил, что Константинополь официально вступил в Унию, они, в общем-то, не верили. В связи с этим оценки этого собора различные. То есть есть оценка, допустим, Владислава Петрушкова, который считает, что был какой-то единый фронт немедленно против Унии, в частности, афонские монахи против Унии выступили, Марк Эфесский, естественно, пропаганду развернул, и, соответственно, на Руси тоже не приняли Унии, что и привело к тому, что примерно через 20 лет, в принципе, про Унию практически и забыли, так как она не реализовалась. В то же время наш более-менее либеральный Андрей Кураев православный, ссылаясь на исследования различных других историков, говорит, что никаких принципиальных решений по Унии не было на Московском соборе, и они даже, особенно, получается, даже не поняли, в чем там эта уния, в связи с дремучестью православных попов. Они просто послали в Константинополь запрос, действительно ли есть какая-то уния, не поехал ли крышей митрополит Исидор, не продался ли он католикам и так далее. И если он продался, то они попросили, значит, чтобы из Константинополя прислали нового митрополита. Юмор истории в том, что Константинополь-то был уже униадский, то есть они посылают запрос католикам, так как вот именно в этот момент Константинополь официально вступил в католическую церковь. Они думали, что им помогут итальянцы защититься от турков, но они не помогли им путем. И после завоевания Турции все это было свернуто. А наши, получается, вообще как бы так вот были ни при делах, ни хрена не поняли, и так вот этими отписками все и завершилось. Наши продолжали поддерживать то православие, к которому они привыкли, и потом выяснилось, что у них даже в богослужебных книгах жуткие ошибки, потом будет раскол. Может быть, дойду до 17 века. То есть они как-то вот... у них даже контакт информационный был низкий, поэтому они просто были не при делах. Ну, это примерно вот так объясняет Кураев. А есть и противоположная точка зрения, что все были при делах, все выступили за православие и так далее. Основатель Крымского ханства Хаджи Герай, он был одним из претендентов на лидерство во всей Орде. Золотая Орда распадалась во время Гражданской войны. Первоначально там было много претендентов на власть, а к этому сюжету я уже много раз возвращался и рассказывал уже много раз это все. Теперь с крымской точки зрения на это посмотрим. Хаджи Герай с самого начала был союзником Витовта. Союзником Витовта был также и Улу Мухаммед. Но вот Улу Мухаммед утвердился в Золотой Орде и пытался какую-то самостоятельную политику вести. Тогда Витовт поддержал также Хаджи Герая, который точно был как бы вот... лучше под контролем был. Помог ему собрать войско и в 1428 году еще при Витовте Хаджи Герай взял Старый Крым. Старый Крым был столицей Крыма. Соответственно, Хаджи Герай стал крымским ханом. Он, в принципе, оттуда происходил и имел права на эту территорию. Он начал воевать с Улум Мухаммедом, который тогда собирался восстановить полностью Золотую Орду, в том числе и Крым. В период всех вот этих гражданских войн, еще начиная с Тахтамыша, большое количество татар перебегало в Литву. Потому что постоянно шли гражданские войны с уничтожением кланов целых, которые там выступили за какого-то другого там претендента. И в Литве было довольно много татар. Ну, так вот, когда Улум Мухаммед вторгся опять в Крым и завоевал его, то Хаджи Герай просто бежал опять в Литву. Опять собрал там войска из литовских татар. Опять напал на Крым. Опять взял, значит, Старый Крым. И в это время с Улума Мухаммеда новые проблемы начались. Там выступил еще такой Кичи Мухаммед. И войска, в общем, центральной Золотой Орды разделились. И, соответственно, Хаджи Герай смог нанести поражение и Улуму Мухаммеду, и Кичи Мухаммеду. И при поддержке Витавта укрепиться в Крымском Улусе. Надо сказать, что при Хаджи Герайе Крымское ханство было в союзе с Литвой. Практически были вассалами Литвы. И даже Литва хотела втянуть их в крестовый поход против турков, которые постоянно собирали, но так и не собрали. Это позднее, значит, Османской империи распространить свою власть на Крым. На самом деле, первоначально Крымское ханство было союзником христиан. У них были союзники княжества Феодора на Мангупе и были союзники в Литве. И, в общем-то, они помогали обороне юга, фактически, русских земель, да, юга Украины. Они были союзниками Украины от как раз, значит, татар от, от тюрков. Ну так вот, воцарившись в Крыму уже как союзник Литвы, Хаджи Герай заключил также союз с княжеством Феодора. Княжество Феодора было столицей на Мангупе. Собственно, вот карта, можно посмотреть, примерно расклады. А весь юг контролировали итальянцы. И Феодора претендовала там на территории. Поэтому вместе с крымским ханом Хаджи Гераем они начали с Феодора наступать на итальянские территории. 1433 год Алексей, князь этого княжества Феодора, захватил Балаклаву. Генуя устроила карательную экспедицию. И с самой Генуи пришла эскадра, которая снова захватила эту Балаклаву и даже взяла в плен князя княжества Феодора. Потом они взяли крепость Каламиту Феодорийскую, которая перекрывала там дорогу к морю. Крым довольно маленький, это все близко и там все моментально все эти события, безусловно, происходили. Значит, 4 июня генуэзцы взяли Балаклаву, а 22 июня уже подключились крымчаки, то есть Хаджи Герей, и разбили полностью генуэзцев под городом Салхатом. Они осадили Кафу и, наконец, 13 июля 1434 года был заключен договор. То есть генуэзцы признали Хаджи Герей крымским ханом, выплатили выкуп и так далее, и оставили в покое Феодора. Однако, к этому времени Улу Мухаммед опять стал доминировать в Золотой Орде и опять пришел, значит, отвоевывать Крым. Хаджи Герей потерпел в данном случае поражение и отступил опять в Великое княжество Литовское. В Великом княжестве Литовском была гражданская война, которая сделала отдельный клип. Улу Мухаммед при этом, сначала Улу Мухаммед был в союзе с Свидригайлом, с одним из претендентов, потому что Свидригайло вообще-то представлял русские территории, то есть Украину, Беларусь. Потом Улу Мухаммед решил, что Сигизмунд победит, который, в принципе, победил. И он поменял союзник, он заключил союз с Сигизмундом. Дело в том, что Хаджи Герей тоже был союзник Сигизмунда. Получилось, что у Сигизмунда в союзниках два враждующих татарских хана. Сигизмунд решил, что Улу Мухаммед круче, потому что он всю Золотую Орду контролирует, и арестовал Хаджи Герей. Тем временем Улу Мухаммед захватил Крым. Это, значит, событие примерно 1934 года. Однако Улу Мухаммед начал воевать с Кичи Мухаммедом, а Хаджи Герей сидел под арестом в Литве. В Крыму наступил полный хаос. Все там воевали уже длительно за Крым. Геноисцы подключились к ограблению всему. Появился еще новый Саид Ахмед. Новый хан еще этой большой Орды, который нанес поражение уже Улу Мухаммеду. Почему Улу Мухаммед побежал-то в Казань? Улу Мухаммед вообще, значит, сбежал в Казань и там отделился. Ну, в общем, в Крыму продавался бардак. В этих условиях бии, крымские, аристократия, они обратились в Литву, чтобы им дали хана. И он бы навел порядок и сделал независимый Крым. Потому что бесконечная гражданская война в Золотой Орде всех достала, и они тоже решили отделиться. То есть вот регионы в таких условиях и Казань, и Крым приняли решение стать независимыми. Потому что они не хотели участвовать в постоянных разборках в Золотой Орде. В 1941 году, как раз вот о котором, который является темой клипа, Хаджи Гирай прибывает в Крым из Литвы с войсками. Все там полностью ему подчиняются. Саид Ахмед был непопулярен, всех изгнали. Он немедленно начинает осаду Кафы, так как геноисты тоже пока его не было, там много чего ограбили. И заключает с геноистцами мир, что они там ничего вредить не будут. Вторгается Саид Ахмед, изгоняет первоначально Хаджи Гирайя из Старого Крыма, из этого Салхата. Хаджи Гирайя опять войска собирает. Саид Ахмед сжег даже Салхат, то есть сжег Старый Крым в этих боях. Против него опять все восстали в Крыму. Вернулся Хаджи Гирай, после чего Хаджи Гирайя укрепил Перекоп, и больше там никаких перемен властей не было. Он укрепил Перекоп, и базируясь на укреплении Перекопа, он делал рейды вот туда, на территорию Саид Ахмеда. То есть воевали уже не в Крыму с Большой Ордой, а вот в этом регионе, где Херсон, Мелитополь, вот в этих местах, которые тогда были почти полностью пустынными. В 45-м году Саид Ахмед опять пытался захватить Крым, осадил Перекоп, но Перекоп не взял. После этого, тоже в 40-е годы, возобновило Крымское ханство союз Феодора. Отбили у генуэзцев эту крепость Каламиту. Генуэзцев вообще хорошо всех ограбили и покарали за все, что они творили. И вот после 45-го года, когда последнее наступление отбили, Золотой Ордой Крым стал уже процветать, и там был мир. До 65-го года, то есть примерно 20 лет был мир, правил хан Хаджи Кирай. Он поддерживал в целом Литву в своей политике. И, кстати, когда Сейд Ахмед устроил поход на Литву, то есть на Украину, на Львов, то в тыл ему ударили крымские татары и разбили полностью. Вместе с украинцами, литовцами, поляками разбили полностью татар в этом походе. То есть крымские татары были союзниками украинцев прямо при основании Крымского ханства. Так что у них старые традиции сотрудничества с украинцами. Ну и войны вообще-то тоже, о чем я тоже расскажу. Сейд Ахмеда взяли в плен в Литву, и он в Вильнюсе был в плену после этой всей операции. То есть крымчаки тут хорошо себя проявили. Также хана Махмуда он потом разгромил из Большой Орды. Столицу он перенес в Чуфут-Кале. Сейчас это там есть достопримечательность Крыма. Потом его потомки перенесли в Бахчисарай. Вот в августе 1466 года первый крымский хан Хаджи Кирай скончался. И государство его было к тому времени уже развитое, крепко стояло. Никто их не грабил. Наоборот, они осуществляли крупные операции по всей бывшей Золотой Орде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok